всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить вот такой красивый домашний тортик очень полезный с черносливом и грецким орехом сначала займемся выпечкой коржа для тортика для коржа нам будет нужно 5 яиц стакан сахара стакан муки полторы столовой ложки какао и пол чайной ложки разрыхлителя 5 яиц забросили в кухонную машину высыпаем сюда стакан сахара и взбиваем на высокой скорости до получения пышной массы яйца взбились в пышную массу теперь мы добавляем чуть-чуть муки пол чайной ложки разрыхлителя и полторы столовой ложки какао и вымешиваем наше тесто до однородной консистенции подсыпаем по чуть-чуть муку и мешаем тесто нужно хорошо вымешать тесто мы вымешали хорошо духовку разогрели до 180 градусов теперь наше тесто мы выливаем форму воздушное должно быть однородное нашу форму с тесто мы ставим на средний уровень отправляем в духовку прошло 35 минут шоколадный корж выпекался 45 минут теперь он должен остыть начинкой для нашего тортика будет 200 грамм чернослива я его порезала на кубики кубики должны быть средние видите не маленькие и стакан грецких орехов эти орехи я измельчу блендеры но не до крошки до среднего размера орехи готовы наш торт остыл теперь что мы делаем срезаем тоненький верхний слой смотрите теперь мы аккуратно вынимаем мякоть с нашего тортика оставляя бортики нетронутыми и тоже мякоть которую мы вынимаем ее обязательно нужно на маленькие крошки руками разделять у нас получится вот с коржа мы сделаем такую тарелочку куда мы будем и налаживать нашу начинку аккуратно нужно вынимать не порвать чтобы бока были целенькими и дно тоже должно быть целым наша корзинка готова обязательно нужно положить ее на плоское блюдо ни в коем случае никаких там бортиков она должна лежать корж должен лежать ровно и стенки все должны прилегать ко дну сейчас будем делать крем для крема нам понадобится пол литра домашних сливок две третьих стакана сахара и один пакетик ванильного сахара все это забрасываем в машину кухонную и сбиваем до загустения крема сейчас начинаем формировать наш торт две ложки крема мы вылаживаем в торт и хорошенько хорошенько размазываем его по дну по краям делаем это для того чтобы края у нас не были сухими готово следующий этап это в нашу начинку с мякоти торта мы добавляем чернослив рубленый мы добавляем сюда грецкие орехи тоже рубленые и крем и хорошо все вымешиваем теперь заполняем наш торт нашей начинкой плотненько улаживаем главное не перестараться а то бока может треснуть аккуратненько все и заполняем тортик поверьте это будет очень вкусный мягкий тортик чернослив с грецким орехом очень хорошо сочетается вам понравится количество ореха и чернослива полностью рассчитано на этот тортик все ушло внутрь нашего тортика и теперь мы берем накрываем нашей крышечкой тоненькой тортик и украшаем по желанию я буду украшать белково-заварным крем теперь хочу вам показать как двумя одинаковыми насадками звездочка сделать красивый тортик значит у меня в одном пакетике желтый крем во втором у меня белый белково-заварной крем значит мы будем выдавливать такие цветочки и получается одну полоску белую будем делать одну полоску желтую вот такие края красивые у нас получились теперь мы будем украшать тоже вверх по кругу вот смотрите какая красота у нас получается только с кремом нужно работать очень быстро так как он тает и с каждым разом все труднее и труднее с помощью насадки звездочки можно сделать прекрасное сердце внутри а по бокам сделать что-то оригинальное ну ваша фантазия посредине крем чуть-чуть остался вот такая красота у нас получилась смотрите просто без всяких сверхъестественных усилий без всяких кондитерских знаний можно сделать красивый праздничный тортик я думаю вам понравился тортик который мы сделали теперь посмотрим какой внутри вот такой разрезе получился у нас торт поверьте очень вкусный неприторный в миру сладкий сверху дополняет белково-заварный крем если вам понравился рецепт ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч а с вами была ира и канал готовим с любовью пока пока пока